Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В посёлке Искателей произошли два случая нападения собак на людей. По словам пострадавшего ребёнка, его покусало животное с клипсой на ухе. Какой он народный участковый? В нашем эфире расскажем о Владимире Колесниченко, сотруднике полиции, который приехал на Крайний Север за романтикой. Фэшн-дивы по северному ученице школы моделинга из Ненецкого округа вернулись в неделю моды в Пятигорске. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Ненецком округе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе подтверждено 2488 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 2313 человек за прошедшие сутки 18. В округе зарегистрировано 49 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 206 человек. Из них стационарное лечение получают 44 человека, амбулаторное – 162. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1072 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Полярная метеостанция имени Федорова, что на острове Вайгач, закрыта на карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Такие меры приняты в связи с выявлением заболевания животного бешенства. На территории метеостанции на время карантина запрещается посещение посторонними лицами, а также проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещается охота, отлов и вывоз животных с данной территории. В Заполярье завершилась кампания по опережающему северному завозу. В населенные пункты округа доставлены дрова, уголь, дизельное топливо, масла и бензин. 12 октября в Нижней Пёше разгрузили последнюю партию угля. В общей сложности муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» закупило у поставщика почти 11 тысяч тонн нефтепродуктов, дизельное топливо, масла и бензин. Более 22 тысяч тонн каменного угля, более 8,5 тысяч кубометров дров, свыше 319 тонн топливных брикетов. В процессе завоза в административных центрах сельских поселений работали комиссии по приемке топлива. В них входили главы поселений, депутаты местных советов и представители общественности. Кроме того, по собственной инициативе «Севержилкомсервис» провел экспертизу качества угля. Пробы были взяты в поселке Нальминос и селе Ома. Результат исследования образцов подтвердил их соответствие ГОСТам и сертификату качества угля, а также требованиям заказчика, указанным в техническом задании. В поселке искателей произошли два случая нападения собак на людей. По словам пострадавшего ребенка, его покусало животное с клипсой на ухе. Такой опознавательный знак обычно крепят собакам, выпущенным из приюта станции по борьбе с болезнями животных. И таких четвероногих бродяг на улицах города из года в год меньше не становится. Александра Литкова продолжит тему. Моя собака не кусается. Так чаще всего говорят хозяева про своих питомцев, когда отпускают их на самовыгу. Про намордники, естественно, никто и не вспоминает. Потому что очень много в поселке животных. И я считаю, что это ответственность людей. Я никак не хочу сказать, что это животные, понимаете. Во-первых, люди выпускают животных без намордников. Гуляют большие собаки. И они сами самостоятельно ходят, опорожняются. То есть они загаживают детские площадки. То есть никто не контролирует, где собака сходит в туалет. Дети потом играются в этих песочницах. Но что делать, если покусала собака бесхозная, выпущенная из приюта станции по борьбе с болезнями животных? По словам сына Анны Цепиловой, именно такая собака напала на него. Семь часов вечера ребенок возвращался с музыкальной школы. Его укусила большая собака. Он говорит, что у собаки на ухе был чип. Ребенок пострадал. Пострадало две руки. Правая и левая. И руку шили. Поэтому ребенок не может ходить в бассейн, музыкальную школу. Он отстранен от физкультуры. Это и психологический стресс, потому что он очень сильно напугался. Он мне позвонил, потом потерял телефон, очки, бежал. Пришел, рука весь в крови. Рука текла. Мы сразу отвезли его в приемное отделение. Ему зашили руку. Теперь ребенку до декабря месяца будут делать прививки. Женщина уверена в том, что на улицах то и дело встречаются собаки, виноваты безответственные хозяева. Для таких людей просто необходимо вводить крупные штрафы за самовыгул. В случае с Татьяной Николаевичей обошлось без физических травм. Но от той прогулки женщина не может отойти уже несколько дней. А еду на самокате. Электрический самокат. Ну, низенький такой. Поворачиваю голову, оттуда несется свора собак. Вот штук пять, наверное. Видела только первых двух черный и бежевый такой. Потому что они вот так рядом со мной бежали вот тут вот. Как я от них удрала, я вообще не знаю. Выехала уже. Бежали до самой дороги. Они еще по дороге за мной бежали. Я остановилась, выехала на дорогу, уже полдороги. Проехала, смотрю, отстали. Остановилась, руки погреть, замерзла уже вся. Руки замерзли. Поворачиваюсь, они так и стоят на дороге. Были это собаки из приюта или же хозяйские, Татьяна не знает. В обоих случаях граждане не обращались в соответствующие органы. В Муабрис поступило две жалобы от жителей поселка Искателей о нападении собак на человека. При этом жители, на которых напали собаки, не обращаются в полицию или в соответствующие органы. При нападении собак на человека обращаться в лечебное заведение. Все укусы при обращении за медпомощью должны фиксироваться сотрудниками полиции. На сегодняшний день в приюте станции по борьбе с болезнями животных находятся более ста собак. Кто-то попадает сюда не по одному разу. Не всегда хозяева спешат забрать своих питомцев из приюта. После осмотра, вакцинации, стерилизации и наблюдения за животным, спокойных и неагрессивных выпускают на волю. Ежедневно у нас проводят рейдовые мероприятия, по отлову, в разных районах города. В большей степени отлавливаются животные, конечно, у которых есть хозяин. Требования котлов у нас были смотрят на федеральным законодательством, в соответствии с которым животное доставляется в приют, осуществляется его стерилизация, вакцинация и чипирование. В дальнейшем животное, не проявляющее мотивированную агрессию, возвращается в движение среду обитания, так, к сожалению, не смотрят на нас в федеральном законодательстве. Забрать всех собак, находящихся на самовыгуле, станция не может. Нет мест. Поэтому некоторых приходится выпускать. Что касается домашних собак, выгуливать их нужно на поводке или в наморднике. И, конечно же, стерилизовать и не отпускать на самовыгул. Каким бы добрым и ласковым ваш питомец не был дома, на улице от него можно ожидать все, что угодно. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В Наринмаре пенсионер сдал в Росгвардию семейную реликвию. Незарегистрированное охотничье ружье начала 20 века. Пенсионер пояснил сотрудникам регионального центра лицензионно-разрешительной работы, что одноствольное охотничье ружье ИЖ-5 1932 года выпуска. Из поколения в поколение реликвия хранилась в его семье. Даже были случаи, когда житель охотился вместе с ним. По прошествии времени, случайно обнаружив ружье среди старых вещей на чердаке, мужчина решил соблюсти требования действующего законодательства и отнести семейную реликвию в управление Росгвардии. Несмотря на почтенный возраст, охотничье ружье достаточно хорошо сохранилось. Пригодность раритетного оружия к производству выстрела проверят эксперты-криминалисты, заключение которых решит вопрос о выплате добросовестному гражданину денежного вознаграждения. Напомню, что наказание за незаконный оборот предметов вооружения включает лишение свободы на срок до 20 лет. Однако добровольная сдача оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, изрывных устройств освобождают от уголовной и административной ответственности, бессудимости и других негативных последствий. Сдать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в любое время в управление Росгвардии, полицию, а также в иные правоохранительные органы и органы власти. Достаточно сообщить о своем желании по телефону 112. Жители отдаленных и труднодоступных поселков могут обратиться к участковому уполномоченному полиции. Добавлю, после экспертизы ружье отправят на утилизацию. Какой он народный участковый? Наш следующий материал о Владимире Колесниченко – сотруднике полиции, который приехал на крайний север за романтикой. Уже шестой год участковый следит за правопорядком в столице Канинского сельсовета – селе Несь. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Владимира Колесниченко нам удалось застать за домашними хлопотами. Участковый уполномоченный из села Несь по делам выбрался в окружную столицу. Уроженец Краснодарского края в Заполярье уже шестой год. После окончания университета МВД мужчина несколько лет трудился в органах правопорядка на своей малой родине, а потом решил кардинально изменить свою жизнь и поехать служить на север. Изначально, когда переводился, посмотрел, как город, знаю, что люди на крайнем севере очень добрые, отзывчивые, с ними приятно работать. И ты к ним когда с душой, и люди к тебе всегда с душой относятся, понимают тебя, всегда взаимопонимание нахожусь с людьми. После этого в Лабожском работе, там населенный пункт был небольшой, ну как бы мало работы было, скажем так. После этого в городе я не очень хотел работать, потому что мне больше специалистов, специфика сельского поселения больше нравится, населения. После этого я посмотрел, какие есть ваканты по населенным пунктам. Мне понравилось очень село Несь. В Неси работы хватает. Участковые уполномоченные в глубинке выполняют функции и инспектора ГИБДД, и следователя, и оперуполномоченного, и специалиста ПДН. Владимир на селе – человек уважаемый. К нему идут за помощью по различным вопросам. И население с этим тоже понимает о том, что я как бы один, но выполняю все функции органов внутренних дел, которые у нас в городе по подразделениям распределены. Также вот хочу добавить о том, что находясь в населенном пункте, на обслуживающем обслуживающий участок, ко мне часто обращаются, например, жены лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, либо матеря, которые со скрипя душой говорят о том, что вот у меня сын уходит, кажется, в алкогольную яму, скажем так, что злоупотребляет спиртными напитками, теряет себя как личность. С этим тоже проводится работа с ними систематически, с лицами злоупотребляют спиртными напитками. Если они были в ходе рейда на улице в состоянии алкогольного опьянения, в отношении них составляется административный протокол и проводится в пробеседу о вреде спиртными напитками. Также у нас недавно, в начале, в конце сентября совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности проводился рейд и было выявлено факт незаконной реализации алкогольной продукции. Около двух тонн выявили алкогольной продукции, которая реализовывалась незаконно. К специфике работы Владимир уже привык. Получил водительское удостоверение на право управления снегоходом. Сам обслуживает технику. В зимний период времени на снегоходе у нас оформляется командировка, собираю вещи, что необходимо, и выезжаю за 75 километров, это Чижа. Иногда меня временно закрепляют за другим административным участком, это Шойнский сельсовет, поселок Шойна. И туда почти ежегодно тоже состоится выезд у меня по каким-либо происшествиям, происшествиям, которые были совершены на административном участке у них, в поселке Шойна. За отличные успехи в службе Владимир номинирован на звание народного участкового. Сейчас на сайте окружной полиции продолжается голосование за претендентов. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового полномочного полиции и проголосовать за него до 16 октября включительно. Елизавета Кабанова, Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. Любовь к природе, как смысл жизни. Ежегодно 14 октября в России отмечают профессиональный праздник работников заповедного дела. О тех, кто работает над сохранением природы и в чем заключается их деятельность, расскажем в следующем сюжете. Нинецкий округ – уникальный и неповторимый субъект России. На территории, расположенной за полярным кругом, находятся 12 особо охраняемых природных территорий. Одна из них – заповедник Нинецкий. Территория заповедника обширная. Это и море, и тундровая часть, где обитают различные виды, как зверей, птиц, морские, млекопитающие. То есть, изучение животного мира и растительного мира заповедника. Также круглогодично на территории заповедника проводится ряд исследований. По практике сложилось определенное направление научной деятельности в заповеднике. Это изучение вечной мерзлоты на территории заповедника. Это изучение хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, как Российской Федерации, так и Нинецкого округа. Это изучение воробьинных и куликов, также изучение малого лебедя, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Помимо исследовательской деятельности, немаловажную часть работы всего заповедника составляют эколого-просветительские проекты. Ведь благодаря им население Нинецкого округа узнает о правилах поведения в природе. «Вообще-то, конечно, история уже 17-летней давности. В заповедник я попала не случайно. У меня папа был раньше директором заповедника. Ну и, собственно, вот он и привел любовь к тундре и подтянул меня, собственно, к своей профессии, мечты. И я вот стала тоже частью заповедника». Именно любовь к природе привела Юлию в заповедник. Теперь она не просто работает на благо природы, но и передает все знания подрастающему поколению. «Мы работаем очень много с детьми, со школьниками. Рассказываем им про то, кто обитает в заповеднике, что такое вообще заповедники и национальные парки, для чего они нужны, кто там обитает. Еще мы организуем и реализуем различные мероприятия». Также сотрудники заповедника выезжают на природу с различными экспедициями, чтобы вести мониторинг за изменениями флоры и фауны. «Очень нами любимая такая работа – это кольцевание воробьиных. Это первая такая работа при открытии сезона вообще полевого. Это самая первая работа. Это в начале июня сотрудники едут туда, на территорию, и отлавливают и метят маленьких воробьиных птичек различных. И таким образом они видовой состав определяют этих птичек. И различные удивительные факты». Телеканал «Север» поздравляет экологов с профессиональным праздником и желает больше интересных проектов и плодотворных исследований. Василий Ходонзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Фэшн-дивы по-северному. Ученицы школы моделинга из Ненецкого округа вернулись в неделю моды в Пятигорске. О прошедшей поездке расскажет Катрина Тайборей. «Там было очень круто, мне очень сильно понравилось, впечатлений просто куча». Своими впечатлениями от поездки делится участница показа Карина Карманова. На Северокавказскую четвертую ежегодную неделю моды девочки отправились от школы моделинга. Они представляли Ненецкий округ на дефиле модной коллекции дизайнеров России. На четырех красавицах из Заполярья были наряды от дизайнера Марины Шик. Подготовка девчонок на подиуме. В свои 12 лет Карина уже уверенно чувствует себя на подиуме. Благодаря занятиям в школе моделинга девочка хорошо натренирована демонстрировать одежду и правильно нести себя и наряд на дефиле. Но тем не менее волнение присутствует. «Сначала было волнительно, но потом я поняла, что это очень классно, что я уже большая молодец, что попала на эту неделю моды. Мне очень понравилось. Я была просто красотка. Мне сделали макияж, прическу». Помимо модного показа для моделей из Наринмара провели мастер-класс по актерскому мастерству, экскурсию по Пятигорску и, конечно, не обошлось без фотосессии в горах. «Мы прошли, там было очень много людей. Мы нашли Марию Шик и мы стали примерять платье. Потом у нас прошел генеральный прогон. Мы там повторяли, как мы будем ходить. Потом мы стали готовиться делать прическу, макияж». Модельная школа существует уже около двух лет. На занятиях для девочек преподают фотопозирование, психологию, хореографию, дефиле, детский фитнес и многое другое. «Самая наша главная цель и качество – это развить детей в их сильные стороны. То есть показать, чего они умеют делать. Не показать им, что им нужно доработать, а показать в том, в чем они сильны. Для того, чтобы они были увереннее в себе и для того, чтобы в жизни они смогли большего достичь. И это мы делаем через определенные занятия». Девочки приехали вдохновленными, получили хороший опыт работы на подиуме и доказали себе, что все в их силах. Катрина Тайбореев, Василий Хантанзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Катрина Тайбореев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».